василий доброе утро доброе утро как жизнь молодая слышал ты тебя можно поздравить с выходом детища канала telegram а да и есть то есть такая тема еще когда работал ватонин начальником аналитиков хотел сайт создать свой не telegram а сайт потому что у меня все бесит когда говорят что инвестиции только акции облигации меня инвестиции тема широкая и вот я открыл свой телеграм-канал кто хочет ссылка в описании где меня все интересует мне придет человек скажет как инвестировать в пластинки или в лего или недвижимость я все потому что меня инвестиции не только в акции интересуются акции эта тема замечательная но есть и другие активы вот так что вообще обширный канал по инвестициям вообще все возможности инвестировать и в отличие от других других многих каналов которые уперлись просто в эти акции я говорю акции только один из инструментов вот такой у меня подход в василий я тебе звоню не до этого я звоню как там в клубе аллигатор дела хорошо у нас есть торговая система на которой мы 16 лет зарабатываем 27 процентов годовых в среднем есть правила которые мы уже выучили как очень раз работаем в нашем деле нового не надо как говорится в нашем деле чтобы все по старому система работала система работала 15 лет назад работала год назад работать сейчас работать будет 10 вперед и всегда будет работать и нам самое главное чтобы это все было структурно постоянно чему мы рады очень все у нас хорошо все хорошо не ну хорошо а то общаешься с людьми они прямо стонут вот тут откусил у нас аллигатор руку государство то заморозило то заморозили там петропавловск а у нас все хорошо да андрей у нас все хорошо я всегда был противник всегда говорил что куба аллигатор всегда говорил что друзья торгуйте на чем на то что знаете хорошо то есть в россии торгуете не беритесь на себя инфраструктурные риски вот все произошло с америка все 5 10 дтф и там все это байда она посыпалась а мы инвестируем спокойно российский рынок правда мало ликвидный стал но все равно нам хватает андрей нам хватает понятно ты знаешь я без того ведома обликовал информацию о том что ты хочешь сделать некое мероприятие для трейдеров где трейдеры что-то новое получили но одновременно они и половили рыбу на волге и как ни странно ну ты сам что короче как ни странно мы с тобой мыслим в унисон это очень приятно с тобой мыслить в унисон да андрей мы 7 сентября по 11 сентября приглашаем всех гостей к нам на волку на рыбалку на рыбалку будет классная рыбалка где мы покажем как мы живем почему рыбалка почему рыбалка почему такой идея пригласить на рыбалку людей а просто дело в том что я сам рыбак ты это знаешь моменты речь убрал 10 лет назад игнат у нас рыбак и мы очень часто ездим на рыбалку и как это соотносим с торговли на бирже и мы вот хотим показать людям пригласить людей в гости на тренинг классный тренинг такой чтобы гости мы будем 24 часа в сутки 5 дней находиться с ними и чтобы люди увидели как мы торгуем то есть хотим показать себя как мы живем как мы торгуем чтобы они посмотрели нам в глаза самое главное посмотрели как можно торговать на бирже и при этом находясь на рыбалке опыт мы передадим людям которые к нам приедут я считаю что это я счастье заниматься любимым делом рыбачить и контролировать бирже и зарабатывать деньги не счастье ли это я считаю что это счастье поэтому хочу счастье поделиться андрей отлично представляешь все будет хорошо развиваться а у вас там в аэропорту есть терминал для вертолета где лукойл оставляет свыше к буровых нефтяников я же и уже там будет тоже у тебя вход в вертолеты желающие пройти на рыбалку на вертолете пожалуйста близкое будущее я в этом уверен потому что то как мы кайфанем только приедете до вас так вот причина все то есть как бы рыбалка тренинг психолог все это будет на вооружении у нас сазан щука окунь судак жерех это все вся рыба которую мы будем ловить именно в этот раз и поедем на бакси я посмотреть как растут арбузы нет но мне больше рыбалка интересует я человек воды мне больше надо но будет рыбалка будет башни с арбузами будет поездка на лотос все будет 17 сентября но это будет точно мы поговорим канале нашим потом я ссылочку дадим если ты позволишь да пожалуйста и только отвечая пожалуйста кто будет спрашивать про рыбалку на конечно конечно обязательно обязательно вот такая идея получилась у нас рыбалка хорошо вот сам начале интервью ты сказал что вот торговая идея рынок-то меняется да ну рынок меняется постоянно вот ты сказал тут суть торговой идеи у тебя и заключается в торговле идеями правильно понял да система заключается в торговле идеями что я имел ввиду что я имел ввиду есть система есть система которая вот допустим по евро давай сделки конкретно приведу свои сделки заходили вот недавно по евро мы зашли четыре дня назад плюс 3 процента почему мы зашли потому что европе творится вообще ужас какой впервые 91 года дефицит бюджета германии на профиците стояла бюджета стояла доверие к евро соответственно долговая нагрузка то есть очень колоссальная тех же самых греции испании и италии 2,5 триллиона в испании и в италии сдавая нагрузка при этом долг никто не покупает кроме и цб если цб уйдет рынка это будет вообще хана и италии испании всем вместе взятых поэтому газовые войны газовые войны сказывается плюс инфляция производственная потребительская набор вот этих всех негативных моментов он сказывается на евро и и самое главное то есть мы вот взяли проанализирует эту ситуацию то есть новостной и называется фундаментальный анализ у нас посмотрели технику техника вообще говорит нам о том что будет пробой пробой вот этого паритета евро доллар соответственно и мы зашли в шорт потому что у нас система основана на пробое важных уровней либо шорт либо вонг в зависимости куда играем мы сейчас зашли в шорт по евро то есть вот и вот идея пожалуйста услышали фундаментальные новости проанализировали их на основном анализе посмотрели последним у нас критерием фитром является это технический анализ посмотрели на техническом точке входа есть все зашли в сделку поставили стопы поставили на безубыточные стопы ждем 0.85 евро вот пожалуйста я тебе показал как мы торгуем на идеях в чем преимущество наше торговли на идеях наше преимущество в том что мы поставили стопы если сказал по евро на бру поставили тейк на 0.85 все эта позиция нас больше не интересует до тех пор пока она не выполнит одно из двух условий либо выбит стопы выбит тейк все можно спокойно собираться на рыбалку и спокойно рыбачить потому что позиция защищена вот суть торговли нашей системы в кубе трейдов аблигатор что мы передадим тем людям которые придут к нам на тренинг 7 по 11 сентября хорошо теперь вопрос такой все-таки сложный вопрос я должен задать ты же брал нефть на пробой 124 как я помню что что-то сделка стало а вот нам постоянно говорят то есть как бы а василий сказал что по 124 брать нефть и все сейчас она стоит в районе 90 99 такой убыток да нет конечно друзья вы еще самоубийцы что ли такой убыток терпеть мы ставим всегда стопы 1 к 5 мы торгуем ставим стопы вот в данном случае по нефти мы ставили стоп 122 500 нас вышибло и мы успокоились на этом деле ждем новые заявки поставили снова 124 будет 124 снова мы будем повторять снова почему мы будем повторять снова потому что это пробитие исторического максимума наша система это один из самых значимых сигналов по пробитие исторического максимума по нашей системе поэтому все друзья вот наше преимущество в чем заключается Андрей заключается в том что мы торгуем 1 к 5 управление капиталом у нас 1 к 5 это мы рубль теряем вот допустим мы должны даже можем 3 сделки по нефти получить убыток по рублю да по доллару соответственно то есть а на четвертую сделку 1 к 5 забрать и выйдем в плюс одной сделкой выйдем в сравняем выйдем в плюс одной сделкой вот это вот управление капитала это наше огромное преимущество перед многими другими людьми которые не ставят эти стопы нас ничего страшного если выбьют мы перезайдем вот что мы сделаем по нефти это у нас выбил по 120 500 и на этом наше похождение на нефти закончились сейчас кстати я на них смотрю все равно она ушла 100 дальше 100 долгосрочном периоде не уйдет почему потому что мир меняет до 70 до 50-го года не использовал просто и технологии добычи нефти это просто не поднимали нефти наверху потом это нефти истощилась пришел пришел шельфовый проект на шельфах стали забывать нефть этого проекта хватило на 15 лет после шельфового нефти увеличивались помощью сланцев тоже новые технологии а сейчас все сланцы тоже ушли они начали показывать свои минимумы соответственно и нефть просто по определению мощности уже той же самой опеку уже не хватает мощностей они не могут выполнять свои же указания по повышению добычи нефти поэтому я считаю что нефть с удорожанием ее добычи будет всегда в цене и больше 100 уходить долго не будет я думаю что скоро мы увидим что 24 500 у нас там бы подхода немножко различаются значит я в этой высокие материи и сланцева нефть вообще не лезут у меня как-то проще когда я занимаюсь торговлей пересеклось покупай пересеклось продавать хорошо следующий вопрос как попасть на рыбалку я понял что ты меня пригласил пригласил тоже тоже да спасибо а как попасть на рыбалку вот зрителям которые смотрят и будет ли там какие-то подарки для моих подписчиков расскажи может быть там будут удочки удочки дарить или какие-то блесна 1 седьмого числа мы заезжаем на одну из астаханских бас отдыха мы встречаем все все это будет ходить стоимость это мы встречаем транспорт все дела приезжаем на одну из вас 7 числа и сразу переодеваемся познакомимся едем сразу же рыбачить она ждут лодки катера это все уже забронировано максимум возьмем ты все больше не возьмем потому что ограничено телесного флот и так вот очень большой искали проблема усадить в лодке 30 человек нашли такой справились этой задачей едем на рыбалку на вечерянку так называемую ловим рыбалки и потом приезжаем из трофея которым наловили будем будет астаханская ухо это замечательная такое ну ты пробовал астаханская уху это не все не сравнимое блюдо и где-то под костер под гитару то есть если будет гитара кто будет играть мы посидим вечерком и пообщаемся за жизнь у людей будет возможность уникальная возможность задавать на вопросы находиться на 24 часа чтобы вы отвечали на эти вопросы человек больше понимал нашу систему нашу философию будет как же также психолог работать потому что у людей 80 успеха на бирже эта психология однозначная психология и вот друзья вообще за такой момент хочу задать такой вопрос кто торгует больше года два-три года и не зарабатывает деньги вы обратите внимание почему вы не зарабатываете деньги два-три года торгуете не зарабатываете деньги и более я скажу то есть не знаю вас я скажу что девяносто процентов случаев это же не будете зарабатывать деньги почему будет повторять старые дела получаете новые старые результаты мы же как раз предложим на нашем тренинге 7 по 11 сентября именно выбить психолог у нас психолога она торгует 12 лет на бирже это моя жена бывшая она горина она выучилась на психолога 5 лет назад и ведет практику очень интересную практику по психологии как раз основана на финансовом рынке потому что у нас очень часто финансово по психологии мы страдаем в жадность страх надежда эти качества которые на психологически надо подрабатывать и будет с нами работать стихо будет тренинг с его участием вообще будет классно будет классно в базе там настольный теннис бандитон теннис большой все это к вашим услугам в общем и самое главное эмоции эмоции которые будут у нас там это будет просто супер вот надо зайти на наш чат мы еще будем еще до этого время у нас есть время у нас есть ссылку скинул зайти на наш чат и мы там обсуждать рыбалку то есть там будет весь треш весь движите в этом чате именно по рыбалке в этом чате поэтому друзья я приглашаю вас туда и подробную информацию вы узнаете именно там в чате вот как-то так андрей тебя жду обязательно с елены ты почетный гость у тебя особое расположение нашей команды так что ждем тебя обязательно да 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 мне мне только бахчевые не нужно мне сразу к рыбе вот на бахчевые тебя не повезем хорошо все спасибо большое мне кажется разумно чтобы ты на канале эту тему дальше освещал интересно вот подготовка особенно ну такие подробности чтобы люди понимали что их ждет вот ты сказал что это лодка очень большая 30 человек ты сказал да сейчас они это флот это вот как нельзя садится больше трех человека если рыбачить и ехать если садится больше трех человек и поэтому надо было десять водок найти катеров водок вот подробности интересно я все не знаю там ну вот про лодочные моторы самое можно поговорить я тут я в теме вот будем освещать будем освещать очень подробно если ты даст возможность высказаться еще раз в прямом эфире однозначно использовать эту возможность будем освещать в чате будет досконально то есть как мы еще пару раз ездим на рыбалку будем освещать что мы поймали что ждет людей так что это все будет вкусно так сытно все это будет объясняться и мы будем общаться на эту тему еще не раз еще много-много-много раз спасибо василий спасибо андрея тебе спасибо до встречи надеюсь до встречи в астрахани а 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